Привет, меня зовут Анна, мы с вами продолжаем изучать русский язык и сегодня мы говорим про именительный падеж. По плану мы с вами вспомним, что такое склонение существительных, поговорим про именительный падеж, а также обсудим слово с непроверяемой орфограммой. Так что же такое склонение существительных? Склонение существительных это изменение существительных по вопросам, то есть по падежам. В русском языке всего шесть падежей, каждый из них имеет свои вопросы, свои предлоги и выполняют свою роль в нашей речи. Сегодня мы говорим о самом первом нашем падеже и я вам предлагаю прочитать такое веселое стихотворение. Я именительный падеж, и нет на мне чужих одежд. Меня легко все узнают и в подлежащее зовут. Предлогов с детства не люблю, с собой рядом не терплю. Мои вопросы кто и что? Ни с кем не спутает никто. Как видно из этого стихотворения, наши именительные падежи значительно отличаются от всех остальных. Во-первых, у него есть вспомогательное слово, слово есть. Когда мы с вами говорим о именительном падеже, мы говорим о словах, которые отвечают на вопросы кто что. Мы можем спросить есть кто? Есть мальчик, есть кто девочка, есть кто буратино, например, и так далее. Есть что стол, есть что стул, и так далее. Кроме того, как понятно из стихотворения, именительный падеж никогда не употребляется с предлогами. Предлогов не терплю, говорит он. И если мы встречаем с вами существительное, которое употребляется с предлогом, это точно не именительный падеж. Ну и последнее, самое важное, именительный падеж выполняет роль подлежащего в предложении. Кроме этого, он никаких ролей играть больше не может. Если у нас встречается им существительное, отвечающие на вопрос что, но при этом оно не является подлежащим, это не именительный падеж. Именительный падеж, существительные в именительном падеже являются всегда именно подлежащими. Именно поэтому именительный падеж является таким главным. Он будет и главным в слове, и самым первым будет, и будет еще отвечать на вопросы начальной формы имен существительных, кто что. Давайте посмотрим на сами формы слов в уменительном падеже. На вопрос кто отвечают слова мама, дядя, жираф. Обратите внимание, существительные отвечающие на вопрос кто имеет окончание а, я, нулевое окончание. На вопрос что могут иметь окончание а, е, о, нулевое окончание, зима, стол, солнце, окно и другие. Но в целом это обычное окончание а, я или нулевое окончание, у среднего рода е, о еще может быть. Ну и конечно же нам следует с вами записать два новых слова с непроверяемыми орфограммами. Это слова трамвай и пятница. Можете их записать вместе, да, и написать картинку, как вы в пятницу едете на трамвае куда-то веселиться, да, к друзьям, например, в гости. Обратите внимание, да, слово трамвай безударный гласный а, в слове пятница мы с вами пишем безударный гласный и во втором слоге. Ну и подведем итог. Мы сегодня говорили про склонение существительных, говорили про конкретно именительный падеж и познакомились с новыми словами, с непроверяемыми орфограммами. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. Встреча на следующем уроке. Пока.